Впервые в Чебоксаре группа Назарет исполнила золотые хиты для чебоксарских поклонников. Шотландскую четверку без преувеличения называют любимцами миллионов. В их багаже 29 альбомов. Все они стали классикой рока. На сцене музыканты 45 лет. Очередное турне многие называют прощальным. Но лидер группы Дэн Макаферти утверждает, творческих планов еще много. За несколько часов до концерта он провел пресс-конференцию, на которой признался, за что любит Россию. В рамках нынешних гастролей группа приезжает в основном в провинциальные города. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На заре своего творчества мы и представить себе не могли о такой популярности, говорит бессменный вокалист группы Назарет. Все начиналось довольно просто. На их пути к славе не было никаких преград. Музыканты, которые играли в разных группах, нашли друг друга и образовали свой коллектив. То, что он станет неповторимым, стало ясно в начале 70-х годов. Именно тогда они выпустили первый альбом. Вторая пластинка на протяжении многих лет была хитом продаж. Причем не только в Европе, но и Америке. Музыка очень важна для меня. Речь не идет о том, чтобы быть известным. Я знаю, что людям нравится наша музыка. Я хочу выходить и играть. Я счастливый человек, говорит Дэн Макаферти. Сделано много, но осталась еще одна заветная мечта – победить лотерея. Других людей музыканты тоже хотят сделать чуточку счастливее. Для этого и приезжают в провинциальные города. Именно здесь, замечая Дэн, можно увидеть неизбалованных зрителей. Люди в Москве, люди в Петербурге, они видят каждую группу. Они видят то, что видят жители Нью-Йорка. Интересно ездить в места, где люди видят немного известных групп. Он всегда мечтал побывать в провинции России, но никак не ожидал увидеть вокруг столько снега. В Шотландии, говорит он, такую погоду назвали бы настоящей катастрофой. Больше всего музыканта поразили женщины, которые носят сапожки на высоких каблуках. У русских можно многому поучиться, заметил Дэн. Похоже, у русских девушек особые навыки. Все русские девушки ходили на каблуках, и для них это не проблема. Вы хорошо справляетесь, девушки. Сыграть и спеть еще есть о чем. В следующем году он планирует презентовать очередной, 30-й альбом. Музыкой признается МакАферт, и он будет заниматься, пока есть силы. На радость миллионы армии, верных фанатов. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.